Быть в онлайне в Чебоксаре в телесеть бесплатного интернета. Протестировал новинку Татьяна Леонтьева. И если в песне Стаса Костюшкина вай-фае нет, то у нас он есть. Теперь парк Николаева, зона бесплатного интернета. Чтобы гулять по просторам интернета было удобнее и быстрее, в парке установили две точки доступа. Одновременно находиться онлайн могут 100 человек. Анжелика Столярова, молодая мама. В парке с ребенком гулять часто, поэтому новинку оценила. Во-первых, я могу вас фотографировать. Сразу же фотографии отправить бабушкам, дедушкам, своим друзьям, знакомым. Кроме того, вести переписку ВКонтакте. Когда передвигаешься по городу, не всегда интернет есть. И очень радует, что в таких общественных местах, где можно погулять с детьми, ну и самим тоже прогуляться, можно пользоваться интернетом. Теперь расскажем, как подключиться к вай-фай. В списке доступных подключений находим сеть Гор-Вай-фай. Вводим свой номер телефона, затем полученный по СМС-ке код. Три простых действия, и вы в интернете. Без всяких там торможений. Все очень хорошо, мне нравится. Я в интернете достаточно много времени провожу. В ВКонтакте, Инстаграм, Ютуб там. Кроме парка Николаева, городской вай-фай работает в Лакреевском лесу, на Красной площади и на четырех маршрутах троллейбусов. Первым, четвертым, двадцатым и двадцать первым. На самых длинных. Но мы тоже хотим идти со временем и получить большее количество пассажиров, перевезти их с комфортом для того, чтобы они почувствовали разницу. Без вай-фая и с вай-фаем. Троллейбус с беспроводным интернетом легко отличить. На нем белые наклейки со значком вай-фай. В кабине водителя точка доступа. Сеть запоминает пользователя. Авторизацию нужно пройти лишь раз. Затем подключение станет автоматическим. А теперь давайте проверим, как работает вай-фай на ходу. Для этого загрузим вчерашний выпуск информационной программы «Республика». Как мы видим, все работает без проблем и загружается практически мгновенно. Пассажиры ловят бесплатную сеть уже две недели. Если даже у человека нет, например, минусовой баланс, если он не может позвонить, любой месседжер может позволять позвонить кому-то, если какая-то беда случилась или наоборот хорошая новость, всегда на связи быть. Вай-фай в троллейбусе мне не нужен, потому что у меня хороший тариф в компании, и у меня много трафика, и в этом нет необходимости просто. Более трех с половиной тысяч горожан уже воспользовались городским вай-фаем. И это только начало. Проект пока еще работает в пилотном режиме. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, «Республика».